Всем привет! В этом видео мы посмотрим на компактный проектор, причем он реально компактный, его можно всегда взять с собой, у него очень крутая картинка и достаточно много технологий внутри, которые вам точно придутся по душе. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное номинование данного мини проектора это DIGMA D-Magic Cube E, и в комплекте у нас идет руководство пользователя, кабель для зарядки и адаптер питания, все для той же зарядки. Ну и конечно же пыль дистанционного управления, он легкий, компактный, его легко взять с собой, его при этом он является полностью функциональным. Отличное дополнение для подобного типа устройства. Сам же проектор у нас выполнен из металла, все что черный металл, белая пластик, снизу есть прорезиненное основание, сверху тоже прорезиненное основание, там находится пульт управления. И конечно же столовая часть USB Type-A, 3,5 мм для подключения внешней аудиосистемы и порт зарядки. На левой грани находится колесико регулировки фокусировки, покрутили и фокусировочку настроили, очень удобно, вход крайне плавный. На правой грани находится динамик, звучит хорошо, мощность 2 ватта, даже басы присутствуют. А снизу у нас находится не что иное, как крепление под штатив, реально удобная тема, я честно говоря как раз такой пользуюсь при тесте и при ежедневной эксплуатации, то есть когда я его тестирую на постоянке. К пульту претензий вообще никаких нет, это действительно полноценное решение, позволяет убавить, прибавить звук, переключиться на мышку, весь выбор, функционал. В этом плане хорошо, не так часто вижу подобные пульты в комплекте с проекторами. Ну а работает у нас все на двух мизинчиковых батарейках. Сам же проектор у нас позволяет получить максимальную диагональ 120 дюймов. Я честно скажу, что тестировал на 50-55 дюймах, вообще отлично по качеству. У нас здесь контрастность 1 к 10 тысячам, соответственно по яркости, по цветопередаче для такого малыша просто феноменально. Время автономной работы 3,5 часа, емкость аккумулятора 5000 мАч внутри. Bluetooth, Wi-Fi, здесь все на месте как полагается. Максимально поддерживаемое разрешение Full HD. Но давайте переходить к тому, что у нас внутри. Ах да, забыл, вес 338 грамм. Он легкий, закинул сумку и вообще незаметно. И встроенной памяти здесь 16 гигабайт. По операционной системе это модифицированная версия Android. Она у нас имеет сразу предустановленный YouTube, AirPlay, Miracast. Это для стриминга с ваших мобильных устройств. VLC, естественно в настройках у нас есть сам Wi-Fi, Bluetooth. Возможность настроить проектор. То есть мы здесь можем менять тип яркости. А также режим проекции. То есть по сути переворачивать изображение так как нам удобно. Это на самом деле бывает полезно в разных ситуациях жизни. В основных настройках мы можем менять то, что касается операционной системы. Причем здесь действительно все доступно. И конечно же менять коррекцию трапеции. Таким образом видоизменяя положение, если у нас изображение будет под углом. Ну а если мы перейдем об устройстве, то увидим, что здесь используется операционная система. Якобы своя, но мы все прекрасно понимаем. Обновления по воздуху прилетают. Круто. И конечно же здесь есть предустановленный Google Play. Таким образом мы можем устанавливать любые другие приложения, стриминговые сервисы. И пользоваться всем этим добром по полной программе. И это кстати говоря решает. Потому что здесь нет главного. Это HDMI. То есть здесь невозможно подключить внешнее устройство. Какую-то приставку. И функционал должен работать отлично. Здесь же все бегает максимально быстро. И приложеньки у нас параллельно с этим устанавливаются. Плюс у нас гигабайт. И возможность использовать внешние накопители USB. И это является хорошим дополнением. Что касается картинки. То цветопередача здесь на уровне. Яркость аналогична. И вообще на самом деле удивляет. Даже при свете дня. В принципе данный проектор видно и весьма неплохо. Ночью картинка становится еще лучше. Да, на камеру это передать сложно. Однако глазом видишь действительно ровное изображение. Для фильмов, сериалов, YouTube. И для всего этого данного мини проектора будет более чем достаточно. Он помещается на ладони. И это на самом деле абсолютно решает все, что ты можешь только себе представить. Легкий, маленький, круто сделанный, с прекрасной картинкой. Еще и предустановленным андроидом внутри. И аккумулятором на 5000 мАч. Среди миниатюрных проекторов, вот сейчас, то что я видел, это однозначно такой апогеи технологии. Который однозначно стоит того, чтобы вы обратили на него самое пристальное внимание. По итогу могу сказать, что да, данный проектор это действительно интересный набор технологий. С точки зрения супер миниатюрного корпуса. И действительно крутой картинки, которую он может в себе иметь. Выдавать это вот то решение, которое вы всегда будете брать с собой. У вас всегда с собой будет проектор. И при этом он будет не уступать большинству современных решений. И при этом выдавая действительно сочную, яркую, хорошую картинку. Понятное дело, что с поправкой на габариты и мобильность. Но все-таки, на самом деле, очень удивило. Актуальную цену смотрите по ссылкам в описании. Конечно же, не забывайте поставить большой палец вверх на канал, подписаться. И несколько дупровиков тут. Нажимаем на один из них. И увидимся уже через несколько секунд. Жмакаем на один из них.